Слава Господу! Хочу сегодня поделиться Божьим Словом. Название моей проповеди называется «Если это ты?» Это слова Петра, которыми он обратился к Иисусу Христу. И в своей теме я хочу осветить один вопрос, да, а вместе с вами поразмышлять, когда мы исполняем волю Божью, можем ли мы сталкиваться с какими-то трудностями в своей жизни? Когда мы исполняем волю Божью, может ли быть так, что мы подвергаемся каким-то испытаниям? Или же наоборот, когда мы исполняем волю Божью, будь это служение или, может быть, каких-то в жизненных своих вопросах, или наоборот, если это воля Божья, значит, у нас все должно быть успешно, гладко, легко. И вот на эти темы я хотел бы сегодня поразмышлять вместе с вами. Давайте откроем Евангелие от Матфея, 14 глава. Евангелие от Матфея, 14 глава, с 23 стиха. «И отпустив народ, он взошел на гору помолиться, наедине, и вечером оставался там один, а лодка была уже на середине моря, и ее било волнами, потому что ветер был противный. В четвертую же стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по морю. И ученики, увидев его, идущего по морю, встревожились, говорили, «Господи, это призрак, и от страха вскричали. Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал, «Ободритесь, это я, не бойтесь». Петр сказал ему в ответ, «Господи, если это ты, повели мне прийти к тебе по воде». Он же сказал, «Иди». «И выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу. Но, видя сильный ветер, испугался, и начав утопать, закричал, «Господи, спаси меня». Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему, «Маловерный, зачем ты усомнился?» И когда вошли они в лодку, ветер утих. Бывшие же в лодке подошли, поклонились ему и сказали, «Истинно ты сын Божий». Друзья, как я уже сказал в начале, очень часто мы представляем волю Божью в своей жизни, что мы под этим подразумеваем? Очень часто мы представляем, что это некое одобрение какого-то события, какого-то нашего поступка, одобрение Богом, согласие Бога. И мы очень часто ищем это согласие. И в молитвах наших мы просим, молимся к Господу, обращаемся к Нему и пытаемся услышать. «Бог, а хочешь ли ты этого в моей жизни?» «Согласен ли с тем, что я хочу сделать завтра?» В нашем служении, в постах. Очень часто мы берем посты, и какой смысл в этих постах? Мы вкладываем в них то, чтобы понять волю Божью. Мы молимся о ней. Мы ищем благоволение Бога на нашу жизнь, на некие поступки, которые мы планируем совершать. И посмотрите, очень интересно, Петр, когда происходит эта буря, идет Иисус по воде, то Петр, видя Иисуса и слыша Иисуса Христа, он говорит ему очень интересные слова. Посмотрите, его образ мышления. Он ему говорит, если это ты, тогда повели мне, чтобы я пошел по воде. Посмотрите, его образ мышления, он очень похож на нас. Его стратегия, она очень похожа на нашу стратегию в отношении с Богом. Потому что другими словами, Петр, он сказал, да если ты мне скажешь идти по воде, тогда я точно по ней пойду. То есть он заверился этим одобрением Иисуса Христа. Он, взяв у него позволение, разрешение, тем самым поняв вот эту волю Божью, взяв эту жару птицу, будем так говорить, за хвост ухватив, что он делает? Он тогда спокойно выходит из лодки и начинает свой путь, друзья. Но что я вижу, пройдя определенный отрезок пути, что происходит с Петром? А он видит стихию, он сталкивается с трудностью. И то, что он видит, это приводит его к страху. И следствие всего этого, он начинает утопать, он начинает тонуть, он начинает проваливаться в воде. И вы знаете, у меня такой вопрос, больше даже не к Петру, у меня к Петру нет вопросов. Потому что, наверное, я бы даже, возможно, и не рискнул вообще выйти из лодки. Вообще этот вопрос был очень странный, который пришел в голову Петру во время шторма, бури. Ведь эта стихия, она угрожала жизни всем ученикам и его собственной, да? Но вдруг к Петру приходит такой, а дай-ка я пройдусь по воде, да? Пусть не буря утихнет, пусть штиль не, да, там, мы живыми оставим. Нет! Он говорит, а я давай буду по воде, я пойду. Если это ты, Иисус, давай, я тогда пойду по воде. И Иисус дает свое согласие и говорит, давай, иди. Но вдруг происходит эта ситуация. И у меня вопрос, знаете, больше здесь, наверное, к Иисусу Христу. Разве Иисус, давая это согласие, давая это одобрение Петру, разве он не знал, что Петр, он человек? Разве он не знал, что ему присущи эти качества страха, волнения, так же, как и нам всем здесь сидящим? И, наверное, ну, не бывает совсем бесстрашных людей, просто у всех, наверное, это точка, ну, кипения, да, мы будем так называть, точка вот этого, когда заканчивается страх, она просто у всех разная. У кого-то поближе, у кого-то дальше, да? Но по сути своей, у меня вопрос, наверное, к Иисусу Христу. Если ты позволил Петру прийти к тебе, почему он этого не смог сделать? Почему буря, почему все эти неприятности, которыми он сталкивается на пути, они останавливают Петра? Почему Иисус не сделал этот путь до конца безопасным? Почему он со своей стороны не сделал так, чтобы это море, чтобы Петр мог дойти до самого Иисуса? А потом бы Иисус ему сказал, зачем ты испугался в середине, да? Ну, как бы, вот так, наверное, да, было бы более, как бы, правильно, да? А, ты напугался, Петр, в середине, но я пообещал, что дойдешь, вот ты дошел. Нет же, все наоборот. И я хочу обратить ваше внимание, в этой истории как раз и есть ответ на наш вопрос. Когда мы, будучи заручившиеся одобрением Бога, ну, давайте будем так называть, получив, поняв волю Божью, можем ли мы столкнуться с трудностями и испытаниями? А я скажу, да, да. И вот это представление, знаете, о том, что если ты все делаешь по воле Божьей в своей жизни, если ты на каждый шаг твой вымерен и вымолен, и ты знаешь, что хочет Бог от тебя, это никак не застраховывает нас от того, что мы промочим наши ноги, друзья. От того, что мы столкнемся с трудностями и испытаниями, будь это служение. И я скажу, очень многие люди, они приходят к служению Богу, они свидетельствуют, как Бог их благословил и дал им служение и откровение. Но на пути, столкнувшись с бурей, на пути, замочивши ноги, они остаются, они разворачиваются, они не идут дальше, они перестают служить Богу. Кто-то сегодня так же сдался, и, может быть, в семье были какие-то проблемы, да, и люди, они не стали продолжать биться за свою семью, бороться за нее, за своих детей, за своего мужа, за свою жену. Просто потому, что они столкнулись с проблемами. И вы знаете, очень самый, самый, очень такой момент серьезный, когда это происходит, у нас очень часто начинаются внутренние конфликты, непонимания. Мы, с одной стороны, мы говорим, Бог, это же Ты дал мне, это же Ты меня благословил, Ты же мне открыл эти двери. Почему тогда, когда я вхожу в эти двери? Почему, когда я начинаю делать так, как Ты мне сказал? Так почему же сегодня на меня это все сваливается? Вот такой вопрос. И что я хочу, на что я хочу обратить внимание, друзья? Поймите одну очень важную вещь. Исполняя волю Божью, мы не застрахованы, мы не застрахованы от трудностей, сложностей и каких-то ситуаций, которые мы не могли предвидеть. Это будет происходить. И для чего это происходит? Я бы даже сказал, наверное, трудности и испытания, это, наверное, я бы даже так сказал, не побоюсь этого слова, наверное, я бы так выносил, что это является одной из составляющих воли Божьей. И я скажу почему. Нам всем хочется избежать трудностей в нашей жизни. Я знаю, нам всем хочется миловать. И даже многие из нас именно поэтому и ищут волю Божьей. Потому что, заручившись одобрением Бога, ты в своем подсознании, ты так воспринимаешь, что если Бог это одобрит мне, значит, у меня все обязательно будет как по маслу. Нет. Здесь, посмотрите, очень интересно, можно обретать филиппистам 2 глава 12 стих. Здесь написаны очень интересные слова для нас, верующих людей. Филиппистам 2 глава 12 стих. Со страхом и трепетом совершайте свое спасение. Что это такое? Друзья, спасение, это не то, что происходит, вот вышел человек на покаяние, посчитал молитву покаяния. Нет. Вот как раз исполнение Божьей воли, это и является процессом нашего спасения. Поиск этой воли, исполнение этой воли. Когда мы, исполняя эту волю, мы переживаем трудности в нашей жизни. Друзья, это и есть все процесс нашего спасения. Иисус Христос очень ярко продемонстрировал на примере Петра, друзья. И почему Иисус позволил Петру тонуть? А я скажу. Потому что, друзья, когда мы тонем, когда мы тонем, когда мы сталкиваемся с трудностями, именно тогда мы и становимся сильными. Именно тогда, друзья, мы, наш внутренний человек, в нем появляется характер, формируется характер. Посмотрите, вот взять наших детей. Как мы воспитываем наших детей? Ведь мы позволяем нашим детям выходить за рамки комфорта. Мы позволяем нашим детям, даже я бы так сказал, входить в опасные зоны. Но для чего мы это делаем, друзья? Для того, чтобы они взрослели и научились справляться с трудностями в своей жизни. Я помню, когда дети пошли в первый класс, у нас дочери уже 16 лет, сыну 13 лет, и мне всегда спрашивали, а тебе тогда сколько, да? Я говорю, немного. Вот. Слава Богу, да, мы такие молодые родители. И я помню, дети идут в первый класс, и, знаете, там нужно приводить сначала детей в школу, обязательно, ну, за руку, да, и забирать. А вы помните тот момент, когда уже детей отпускаешь, чтобы они сами пошли в школу? И очень часто, знаете, как делают родители, ну, все, ты идешь сам в школу, а они этого очень ждут, они очень хотят быть самостоятельными, да, как Петр. Давай, пойду по воде, только повели, да. А также наши дети, они, я готов, все. И что мы делаем? Мы как бы отпускаем их от них, но на самом деле, но на самом деле, что мы идем где-то позади, да, и мы смотрим, приглядываем за ними. Точно так же сегодня Иисус, Господь, Он воспитывает тебя, как духовную личность, понимаешь? И ты сегодня ищешь воли Божьей, ты говоришь, Иисус, если это ты, дай мне сделать, дай мне пойти, дай мне служить, дай мне взять, дай мне поехать. Он говорит, давай, иди, сделай, служи. И ты такой, ну, значит, все будет здорово, все будет гладенько, все будет хорошо, и ты начинаешь это делать. И тысячи проблем, тысячи из каких-то ситуаций, да, какие-то люди, еще что-то, что-то начинает вокруг тебя. Иногда я слышу такие свелиства, они говорят, пока я ничего не делал в церкви, не служил, у меня все, у меня так все было хорошо. У меня все так было здорово, я так всех любил в церкви, я так любил Господа, я так любил людей, я весь мир любил. Но как только я начал служить Богу, я начал сталкиваться, там проблема, там люди, то, третья, десятая, четвертая. Это что такое? Это разве воля Божья? Да, мой дорогой, это воля Божья. Это как раз, когда Бог просто приотпускает тебя, чтобы ты вышел из той зоны, в которой ты привык находиться и научился чему-то новому, друг мой. Посмотрите, что сделал Петр, какая работа произошла в сердце Петра через эту ситуацию. А я вам скажу, друзья, Петр, в этой ситуации, что происходит? Когда мы тонем, а Иисус нас приходит и спасает, что происходит? Когда мы переживаем этот процесс нашего спасения, друзья, а я хочу сказать, именно в эти минуты формируется настоящая вера, живая. Не вера проповедника, не вера из книжки, не вера другого человека, потому что очень часто приходя в церковь, мы бывает, мы верим верой других людей, мы живем, мы пытаемся жить свидетельствами других людей, но я хочу сказать, однажды должно родиться твое свидетельство, как это произошло с Петром. Однажды Бог скажет тебе, давай, действуй, и ты пойдешь, начнешь тонуть, и именно это будет происходить с тобой, это не будет сосед, это не будет книгой, это будет твоя история встречи с живым Иисусом Христом. Именно ты закричишь, Господи, помилуй меня, и он ухватит тебя, потому что он всегда написан рядом с нами, слава нашему Господу. Друзья, что еще происходит с нами во время трудностей, когда мы исполняем волю Божью, да именно проблемы и трудности, они нас делают сильными. Я помню во дворе, я не знаю, сейчас ребятишки, наверное, этим уже не занимаются, они больше в компьютерах, в гаджетах сидят. Но мы, я помню, лазили на деревья, кто выше залезет, такая у нас игра была. И я вот помню, мне так запомнилось очень сильно, лезешь, 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 и всегда на дереве было место, до которого тебе комфортно дойти, до которого ты знаешь, куда наступить, за что держаться. И как бы тебе кажется, что уже это достаточно высоко, но лезет другой парень, и он залазит еще выше. И в это время внутри тебя, ну так, разочарование, проигрыш. Но что происходит? Я помню, знаете, что я делал? Я выходил рано утром на следующий день, я же запомнил, как он лез. Выходишь пораньше, чтобы еще никого не было во дворе, и ты начинаешь лезть, 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 и снова ты доходишь до своего вот этого комфортного, да, ну уровня, будем так говорить. И что дальше? А дальше, вот как раз и начинает работать, понимаете, вот это внутри, приходит, ты должен сражаться, приходит страх, приходят сомнения, да, но ты начинаешь лезть, и ты, только поборов, поборя все внутри себя, эти комплексы, ты можешь победить, продвинуться дальше. Пролез еще выше, ждешь уже вечера сидишь. Когда придут все, да? Ну вечером обязательно кто-то еще выше залазит. И это в тебе формировало характер. Друзья, сегодня без трудностей мы не сможем побеждать, научиться побеждать, мы не сможем быть сильными, поэтому, исполняя волю Божию, Господь будет допускать нас, допускать в нашу жизнь какие-то испытания и трудности. Надежда наша укрепляется в этот момент. Именно в эти моменты мы обретаем настоящую надежду нашего Господа Иисуса Христа. Не надежду на людей, потому что, знаете, очень много сегодня проблем, которые можно решить с помощью других людей, с помощью братьев, сестер, но я знаю, когда в твою жизнь, поймите, Петр, да, вот смотрите, Иисус, позволив ему выйти из лодки, посмотрите, он был уже далеко от своих друзей, и он еще был на каком-то расстоянии до Иисуса Христа. Иисус позволил Петру остаться одному, чтобы другим, никто не мог помочь ему, и Петр делает очень правильное решение, он кричит и взывает к Господу, он возлагает свою надежду на Иисуса Христа, потому что уже был не вариант искать другие пути спасения. то же самое происходит с нами, когда мы сталкиваемся с проблемами. Что еще происходит? А именно тогда мы и побеждаем страх. Посмотрите, Петру пришлось побороться со страхом, но я знаю, когда его Иисус ухватил, я только могу представлять себя на его месте, когда тебя схватил Иисус, то всякий страх, я уверен, он уже ушел от него, потому что он его победил, потому что он знал, что если меня держит Иисус за мою руку, тогда я буду спасенным, ничего мне не грозит, моей жизни больше ничего не угрожает, потому что меня держит Иисус Христос. Это очень важные моменты, которые, друзья, поймите, мы должны пережить. И это не будет где-то в толпе, это будет только с тобой и с Иисусом Христом. Что еще происходит с нами? Конечно, наша гордыня. Очень большая работа в эти минуты происходит с нашей гордостью, с нашей самоуверенностью, и я знаю, о чем думал Петр. он точно так же думал, как и мы. Все, сейчас я буду бегать по воде туда и обратно, и мои друзья пусть посмотрят на мою веру, да, и, ну, представьте, да, вот все, и еще он выходит, и у него все получается. И это, наверное, когда у нас что-то получается в служении, в жизни, я думаю, что каждый из нас, наверное, переживает эти минутки, да, внутри, какой я молодец, как я помолился тогда, как я попастился сколько дней, да, как у меня вот это было, как я правильно услышал, как я правильно пришел, и, но мы с другой стороны должны всегда понимать, все, что происходит, все победы, которые мы сегодня имеем, они все благодаря Господу в нашей жизни, благодаря Богу, почему ты сегодня жив, почему ты эти таланты имеешь, почему у тебя есть эти дары, да, потому что Бог, Он это вложил в тебя, Он благословил тебя, когда ты еще даже не родился, Он уже определил для тебя судьбу, поэтому благодари за это Господа, и иногда Господь, Он допускает в нашу жизнь испытания, знаете, для чего? Чтобы немножко умерить нашу гордость, умерить, и я помню, знаете, бывает, помолишься за человека, и он исцеление получил, пришел, засвидетельствовал, хотя ты когда молился за него, я бы не сказал, что у меня прям такая, знаете, вера была, что он сейчас исцелится, а вдруг раз верество, ты знаешь, помолились, и у тебя такая мысль, слушай, так теперь все, могу всегда это делать, да, всегда будет такой результат, нет, исцеление-то от Господа, исцеление от Бога, и я помню, одна женщина получила исцеление, и я как раз служил проповедью в этот момент, и после проповедии мы помолились, общая молитва, и она получила исцеление от очень серьезнейшей болезни, и ее сын, ну, мы общаемся, поддерживаем отношения, и ее сын так свидетельствовал, он говорит, вот хорошо, что ты проповедовал, говорит, да ты неправильно мыслишь, этот день был определен Богом для твоей мамы, это исцеление, оно было определено Господом, и даже если бы я не проповедовал, а кто-то проповедовал другой, она бы получила это исцеление, потому что Бог определил для нее, когда мы с вами переживаем это подтопление, да, Бог очень сильно работает с нашей гордыней, и наша гордыня, она ломается в этот момент, и я уверен, когда Петр входил в лодку, вот только вы представьте, если бы Петр туда и обратно сходил сам, но когда он входил в лодку, и он держался за Иисуса Христа, это не позволило Петру стать выше других, понимаете, он, войдя в лодку, Петр четко понимал, он не мог это сказать, он не мог это сказать, и про это пишет не Петр, друзья мои, вы слышите, Петр нигде об этом сам не написал, эту историю, потому что он понимал, все, что произошло, это не он, это Бог сделал, и поэтому про него пишет, кто? Матфей, и другие евангелисты, вот точно так же и должно быть в нашей жизни, братья и сестры, про нас должны другие сказать, а не мы, какие мы хорошие, какие мы благословенные, какие мы успешные, это должно быть свидетельство других людей, вот оно показатель нашего смирения, очень часто, вот как оно работает, и Иисус очень серьезную работу провел с Петром, и он сегодня намерен эту работу проводить над нами, друзья, это его воля, друзья, итак, если подводить итог моей мысли, да, может ли, можем ли мы сталкиваться с проблемами, исполняя волю Божию, да можем, друзья, можем, но пусть это не останавливает тебя, не остановись, брат и сестра, Иисус сказал, взявшись за плуг, пусть не оборачивается назад, Иисус сказал, взявшись, значит, что, значит, может обернуться, да, может, это не исключено, да, это возможно, но он говорит, не оборачивайся, даже столкнувшись с самыми сложными ситуациями в своей жизни, друзья, почему они приходят к нам? Да только во благо, только для того, чтобы ты сформировался, как духовная личность, чтобы ты сам лично пережил спасителя в своей жизни, чтобы Иисус Христос был лично твоим Господом, аминь, скажи на это. И, понимаете, смотрите, даже вот просто пример в Евангелии от Луки, в четвертой главе, в Евангелии от Луки, четвертая глава, с первого по второй стих, там написано, когда Иисус Христос, вы помните, Он принимает водное крещение, Евангелие от Луки, четвертая глава, самый первый стих, посмотрите, Иисус, исполненный Духа Святого, возвратился от Иордана и поведен был Духом в пустыню. Пустыня это не Сахара, это пустынное место здесь подразумевается. И как бы читать первый стих, в принципе, ничего такого особенного, наоборот, даже в принципе это хорошо, побыть одному, помолиться небесному Отцу, мы все иногда, нам всем нужны эти пустынные места иногда. Но знаете, дальше написано, что когда этот Дух Святой, вот Дух Святой, мы же всегда представляем, как вот Дух Святой нас будет вести, это ведь и есть, да, воля Божия, водительство Святым Духом, я думаю, что это совершенное, это высшее, да, что может только быть для христианина, когда ты находишься под водительством Духа Святого. И мы же всегда подразумеваем, если меня Дух Святой будет вести, Он обязательно меня, что, обведет мимо всех трудностей, испытаний, искушений, Он у нас будет везде, вот так вот, все, вот, и у нас только счастье, да, только, только все хорошо. Нет, смотрите, а второй стих так говорит, там 40 дней Он был, искушаем от дьявола. Подожди, Дух, это же Дух Святой. Это же, подожди, как Он мог, это же, это же тот, любящий Святой Дух, который, мурашки от Него переживаем, да, радостью, которая нас наполняет, обнимает нас, да, научает нас, благословляет нас. А посмотрите, что, куда Он ведет Иисуса Христа, а Он его ведет, навстречу, Он его ведет на сражение, друзья. Он его ведет, и там написано, что 40 дней Он был искушаем от дьявола, ничего не ел в эти дни, а по прошествии их напоследок взалкал. И мы дальше знаем, что происходит в этой истории. Начинается битва, начинается сражение, сильнейшее сражение, которое Иисус переживал в своей жизни. Подожди, это же, это же тот же самый Дух Святой. Да, братья Иисуса, это тот же самый Дух Святой, который ты сегодня так ищешь водительство, и ты думаешь, что если поведет Он тебя, то ты минуешь все трудности. Нет. Он нас будет приводить и в оазисы, где будет молоко и мед, и Он будет нас же и приводить к сражениям. И мы знаем, Иисус побеждает дьявола Словом Божьим. И мы для... Это история, это сражение было не для Иисуса, а для тебя и меня, чтобы мы сегодня понимали, что мы всегда будем периодически сталкиваться, и мы будем вынуждены сражаться, друзья, за веру, за церковь, за семью, за своих детей. И это будет Дух Святой нас вести в эти сражения, чтобы закалить нашего духовного человека, чтобы ты стал сильным христианином, чтобы даже когда служения перестанут быть вот физически, да, и даже если они будут дома, и даже если это будет далеко от церкви, чтобы ты оставался христианином, понимаешь, оставался тем, кто следует за Христом, тем, кто не растерял Его откровения, друзья. Это все воля Божья. Вот так Дух Святой Он ведет Иисуса Христа. Поэтому, друзья, когда мы приходим в церковь, я хочу сказать, приходя в церковь, ты должен понять одну вещь. Церковь, она не сохранит тебя от каких-то проблем. Но церковь, она поможет тебе пройти эти проблемы. Приходя к Иисусу Христу, Он не избавит нас от сложностей и трудностей. Да, какие-то банальные вещи, естественные, которые, следствие наших грехов, нашей греховной жизни, да, это все, оно отпадет само собой, потому что ты перестаешь грешить. Все, что связано с грехом, оно естественным образом, оно будет отсекаться, оно уже не имеет силы на тобой. Но это не означает, что тебе теперь, если ты с Господом, всегда будет все легко, друзья. Я знаю, сегодня многим нелегко. Я знаю, сегодня многие люди переживают кризисы в своей жизни, но я хочу ободрить тебя. Иисус рядом с тобой. Он с тобою. Он ведет тебя за руку. Он идет, ты идешь по воде, ты вроде бы тонешь, а я хочу ободрить, Он рядом с тобою. Не усомнись, что ты сегодня совершаешь Божью волю. Пусть никакие проблемы и трудности не остановят тебя, ни твоего служения, ни твоей молитвы, чтобы твой светильник не угас сегодня, друзья мои. Иисус Христос, Он находится рядом с тобою. Он контролирует весь этот процесс, потому что ты однажды доверил Ему свою жизнь. Слава Иисусу Христу! Я хочу еще привести вам один пример. Это Божий человек Моисей. Посмотрите, в Моисей, давайте мы откроем книгу Исход, 3 глава, 10 стих. Мы все знаем, мы все знаем историю этого человека. И я даже так скажу, когда я читал об этом человеке, о том, как он вошел в свое призвание, я даже завидовал этому человеку где-то. Потому что, вот, Бог очень подробно открыл ему свою волю, что он должен делать в своей жизни. Это было очень ярко, это было незабываемо, это было на физическом уровне, это не было, что-то там где-то, я почувствовал, мне показалось, по-моему, я увидел. Нет, друзья, там была встреча лицом к лицу, он слышал физический голос Божий, когда он встал перед этим кустом, вы помните всю эту историю, и Бог начал подробно ему говорить, что он должен сделать. А самое главное, знаете, что Бог ему сказал? Я буду с тобой в этом, я поручаю, лично, ты получаешь задание лично от меня, ну, что еще лучше? Ну, что еще? Ну, это мечта каждого христианина услышать, Бог, а что ты хочешь от меня? А где бы ты хотел, чтобы я оказался? А что бы ты хотел, чтобы я делал сегодня для тебя? Мне кажется, это просто совершенство какое-то. И вдруг Моисей получает все это от Господа. Они стоят, и они разговаривают, он слышит голос с неба в его жизнь. И вот, смотрите, мы не будем все прочитывать, ну, до конца, просто мы возьмем некоторые отрывки, потому что это будет очень много, может быть, будет у вас время дома, пожалуйста, почитайте, почитайте, пожалуйста, вот эти стихи, которые здесь описываются. итак, бытие, третья глава, может быть, извините, исход, да, я думаю, почему я не вижу этого стиха, я уже открыл, почему я не вижу. Исход, третья глава, десятый стих, смотрите, просто это как бы мы уже к финалу речи, которую Бог ему говорил, смотрите, он ему говорит вот так, итак, пойди, я пошлю тебя к фараону, и выведи из Египта народ мой, сынов Израилев. Мы знаем, что перед этим, я говорю, нету времени, там просто несколько глав беседы с Богом, вот с глазу на глаз, да, и вот казалось бы, услышав все это, смотрите, казалось бы, услышать все вот так вот напрямую от Бога, какие могут быть сомнения. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok